здравствуйте дорогие друзья ну отгремели праздники пасха закончилась день рождения дедушки ленина и наконец-то мы можем снова с вами вернуться к процессу обучения игры на тромбоне значит прошлый урок мы научились вами правильно дышать как правильно дыхать там и все а сейчас мы научимся как выдувать воздух правильно взять ты мы его берем а вот чтобы правильно он выходил это целая наука значит есть такое понятие как базинг базинг это от английского базинг жужжать такой звук как у мухи давайте мы для этого нужно собрать губки в кучу и вынуть воздух и при прохождении сквозь губы губы воздуха губы начинают вибрировать и получается такой звук как будто мух поймали да вот этот вот прием и называется базинг мы должны научиться удерживать нотку мы выдуваем ее сыграем губки если не взялась у вас но то с первого раза ничего страшного просто попробуем расслабить губы другим путем для этого нужно вспомнить как пел луи армсен а луи армсен пел свою финальную ноту обычно в концерте так все и сразу получается эта нотка губки расслабились и мы берем эту лоту если эта нота начала получаться мы ее поднимаем до следующей ноты и так постепенно развиваем диапазон тут вот у нас такая есть кольцевая мышца и чтобы ее потренировать эту кольцевую мышцу мы возьмем обычную шариковую ручку или карандаш не важно важно что мы ее должны взять в рот но не глубоко да главное не надо просто за кончик и на этом кончике постараться удержать параллельно полу хотя бы минуту так и так тренируется от этой мышцам чтобы такову не произошло вот это мы потренировали кольцевую мышцу ну и это еще не все К realizes нужно правильно извлекать звук а извлечение звука Начало звука называется атакой звука. Атака бывает разная. Бывает твердая, когда мы говорим та-та-та-та, или мягкая, когда мы говорим да-да-да-да-да. Причем мы говорим не по-русски та-та-та, а по-английски, когда язык идет немножко туда, в небо. Да-да-да-да-да, или та-та-та-та-та-та-та-та. Тогда он не будет перекрывать губную щель и не будет затыкаться в воздух. Вот, значит, опять же, работа языка при этом. Язык бывает одинарный, когда мы говорим та-та-та-та-та-та, или да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Очень просто все, тренируется легко. Либо двойной язык. Когда мы говорим так-а-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка... Двойной! И тройной язык еще бывает. Та-та-ка-та-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка-та-ка-та. Вот три способа языка. Есть еще один шикарный прием. Я не знаю, как он правильно называется, но это любимый прием моего друга-контрабасиста Игоря И. Он исполняется так. Я не знаю, почему он Игорю так нравится Но единственное, что могу сказать Этот прием вам пригодится не только для исполнения на тромбоне Но и в личной жизни Не благодарите И вообще, для тренировки языка вам инструмент особо не нужен Это можно просто ходить там Совершенно без инструмента Но самый главный прием, который я хотел вам показать Который на тромбоне выходит лучше, чем на каком-либо другом инструменте Это галисанда Вот мы взяли длинную нотку И просто выдвинули вперед руку Ничего не меняет А потом задвинули ее обратно Но бывает еще галисанда губное Когда нам не нужна кулиса Мы ее закрываем И просто сжимая губы Тянем нотку вверх Ну вот, собственно, и все Что я хотел вам сегодня рассказать Большое спасибо, дорогие друзья Берегите себя До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok